Если кому будет интересно, как я... Вот меня выручает такая вот пультиварочка. Сегодня среда, так бы я уже выгрузился и поехал домой. Сколько времени выгрузят? Ну, посмотрим. Может, в трейд-том, раньше времени. На час ночи и на десять ночи. Загружают, есть много. Много людей мне задавали вопрос, как называется нить поинтересоваться. Кто заинтересован реально работой. Друзья, привет! Если кому будет интересно, как я питаюсь, готовлю, находясь на подмене. Вот меня выручает такая вот мультиварочка. Вот она уже мне подогрела в еду. Уже переключилась в режим просто подогрев, чтобы было тёпленькое. И я себе вот пенеши подогрел. Вот незаменимая вещь. Вот я сейчас понимаю, когда ездят водителя на каденции. И вот мне как бы с машины в машину. Вот такая вещь в сумке как раз самая то. Нахожусь возле въезда в АТБ. Вот, сзади меня. И сказали, что у меня ночью будет выгрузка. Где-то приблизительно в час ночи. А сейчас уже полдевятого время. Ну, плохо. Сегодня среда. Так бы я уже выгрузился и поехал бы домой. Потому что, как мне уже сказали логисты, у меня в пятницу, то бишь, послезавтра, будет загрузка. Уже или там, не помню какую страну, Германия или Дания или Бельгия. Потом узнаю, точнее. Вот. Подготовил бы машину. Ну, там, заехать на яму, помыть. Сказали, что тоже буду этот рейс делать снова на этом дафе. Вот такой вот красавец. И вот, если бы сейчас выгрузился, поехал бы домой. Больше бы времени побыл дома. А так, во сколько времени выгрузят? Ну, посмотрим. Может, быстро. Не, ну, прям как-то вообще не похоже на АТБ. Вот, я только остановился под рампу. И уже все. Сразу не успел, как заглушить автомобиль. Меня уже начали выгружать. Притом, раньше времени, ну, у меня первая выгрузка должна была быть... Ну, если вы не помните, у меня один груз. Он расписан на два времени. На час ночи и на 10 часов дня. Ну, еще нету 12 ночи. Ну, меня уже выгружают. Ну, и быстро. Чувствуется, что быстро. Думаю, можно будет все выгрузить и сразу же поехать домой. Не, народ, ну, АТБ, оно и в Африке АТБ. Ничего было. Выгрузили там 10 плед у меня всего было. Выгрузили меня быстро. Минут 10 там. Повыбрасывал. Ну, документы ждал я два с половиной часа. Так что, ничего не меняется. Ну, то я уже обрадовался бы. Уже на базе нахожусь, на мойке. Здесь своя, можно сказать, портальная мойка. Ну, плохо видно. Ну, окрая все. Уже заправил машину, завтра выезжать. Сейчас отчет пойду сдам. Потом загоню машину, пускай посмотрят там, что да как. И поеду домой. Еду на загрузку в сторону Римна. И что-то уже тут начинают. Когда ехать через Дубно, начинают уже делать дорогу. Но, желательно свежий асфальт, конечно, поставить. А не так вот, дырочки. Ну, есть люди, которые едут быстро. Не знаю, что здесь ехать быстро. Ходовую разобрать. Ехать буду в Германию. Там дальше посмотрим. Обратите внимание, это, наверное, все-таки будут делать уже хороший асфальт. Потому что видно, что с того, что срезают, смолу добавляют и делают. Перед тем, как проложить новый асфальт, они тоже всегда заделывают дырочки. Красивенько тут у них, нет? Вот парень сказал за ними ехать. Ну что ж, друзья, пока меня загружают. Есть немножко времени, чтобы пообщаться, поговорить. Так, уже в спокойной обстановке, не в движении. Все много. Много людей мне задавали вопрос, как же называется компания, где я работаю. Много было вопросов. Скажи по секрету. Если не секрет, скажи, возможно, я приду работать. Я задал вопрос для шефа, можно ли говорить, где я работаю. Как бы озвучить компанию. Он сказал, да, без проблем, тут нечего скрывать такого. Значит, компания называется Transcom Alliance, село Пидгайцы. Номер телефона я отдавать не буду, потому что, знаю, сейчас куча народу ухлынет, просто позвонить, поинтересоваться. Но кто заинтересован реально работать, я думаю, с Google пользоваться умеет. В Google Maps, например, вводите Transcom Alliance Пидгайцы, сразу же выбивает адрес, прям геолокация, позиция. Хотите, если сюда прийти работать, лучше всего взять и приехать. Практически шеф каждый день на работе, ну, кроме воскресенья такой. Вот так же, как и я, думаю, вы бы тоже могли сделать. Я сюда приехал не по звонку, а просто сел в машину легковую, приехал и пообщался. И вот здесь и работаю. Хочу сразу сказать такое. Компания, как видите, даже видно по машинах, это не лучший комбинат. Это вам не Гиртека, не Крейс, не Влантана. Я думаю, по поводу опыта, я знаю, что его нету где взять. Но я бы лично смотрел уже не на опыт, как работодатель, а на то, какой человек. Если же человек, ну, скажем так, ни во чем не разбирается, плохо учится, вот такого и не научишь. Так что вы уже смотрите по себе, по своих знаниях, сможете ли так работать, не сможете. Ну и вот так, как есть. Кстати, вдруг, кто еще не знает, здесь бетонку уже наконец-то открыли. С Римного до Луцька. Я лично еду впервые, так что посмотрим, какого качества. Да, понятно, качество нового. Если бы так сделали и ту сторону побыстрее, было бы вообще замечательно. А так, из-за выезда плохого здесь какая-то колейка, очередь собирается. Кто здесь часто ездил, это Дерно. Ну и здесь тоже так немножко освежили. Здесь очень плохой был съезд и выезд. Мы уже вот проложили куски нового асфальта. Так, до информации, потому что много машин ехало через Дубно. Ну, думаю, теперь лучший будет через Римное. Едем мы сейчас уже по Польше. Задача какая? Доехать до дороги 17-ки. Думаю, там заеду на стоянку. Постою, сделаю паузу. Потому что говорил сегодня и с заказчиком, о чем он мне сказал. Сегодня суббота. Я думаю, что в воскресенье в цирку, в таможне растаможат. Агенция работает в понедельник. Значит, нету куда спешить. Зацените, какое небо красивое. В общем, нету куда спешить. Можно растянуть время. Однозначно у меня получится нормальная большая пауза 24 часа. То есть я не буду ограничен во времени. Когда загружусь уже обратно там, что не будет меня время поджимать. Вот сегодня суббота. В понедельник растаможка. Во вторник выгрузка. В среду загрузка. Ну и обратно. Откуда и куда еще не знаю. Ну, конечно же узнаю. Этот ремонт в Хелме длится уже очень длительное время. здесь иногда надо полностью остановиться чтобы машина успокоилась потом переезжать через эти ямы сделали объездную через весь хелм и пока они сделают основную дорогу так мы грузовики развалим эту ихнюю временную чего они так долго делают непонятно ну вот я остановился на стоянку ветер сумасшедший может стихнет сзади ну и за ночь и поеду дальше пока пойду возьму водички какой-то стеклышко кто-то от окна оставил перекушу там включу мультиварочку голубцов нагрею еще одну штуку купить надо будет все нормально машины одну штуку надо будет купить меня сейчас приду и вам расскажу итак о какой штуке я вам хотел рассказать нужен переходник нужен переходник к этому прикуривателю потому что сейчас готовлю на 12 вольтах на 24 здесь нужен переходник и этот переходник есть в польше в цирке 30 или 35 злотых куплю и покажу сейчас вот как говорил грею голубцы и прикол еще заметил на стоянке прошелся по всей стоянке и взял ради интереса посчитал все машины которые были на стоянке почти полностью забит паркинг с двадцати одной машины только две на польских номерах то бишь девятнадцать машин украинских все на украинских номерах можно назвать это как бы украинская стоянка мы сейчас уже подъезжаем к шведску многие его прекрасно знают а для тех кто не знает так вкратце немножко расскажу это большая таможня на границе почти перед границей с германией польша германия в народе называют цирк почему цирк потому что здесь таможня в виде цирка реально такая круглая и разноцветными цветами раскрашена ну вот ей за это называют цирк похоже на цирк а стоянки здесь много есть силой мойка вот сюда направо съезд это на саму таможню так вот она выглядит там уже там дальше если видно солнце следует вот купол и это ее стоянка а это так тоже тоже еще цирк стоянка и здесь есть стоянка грязная грязная и походу платная раньше когда-то стоял о боже там лужи какие все стараются на бипишке это заправка бипишка здесь несколько заправок и сервис дав и термагазин аксессуаров все стараются останавливаться в этом месте я тоже сейчас смотрим если места с местами не очень думаю что-то найдем тот раз когда я приезжал так здесь места реально не было полчаса по этой стоянке ездил и пришлось ехать уже на стоянку цирка так сейчас мы здесь заедем налево и посмотрим есть ли место а ладно я пока поищу место потом будем снимать дальше а